Главный финансовый документ следующего года социально ориентирован уже по традиции. Около 70% денег уйдут на соцсферу, но особенность бюджета 2016 года он развернут в сторону села. Несмотря на непростые экономические условия, увеличится поддержка ЛПХ. На эти цели направят более 700 миллионов рублей. Продолжится водоснабжение и газификация сел. Будут отремонтированы дома культуры, а молодые семьи из небольших населенных пунктов смогут улучшить свои жилищные условия. Председатель парламента Владимир Бикетов отметил, что на людях нельзя экономить даже в непростое финансовое время. Нужно мобилизоваться для того, чтобы экономика работала лучше и доходная часть бюджета наполнялась более эффективно, чем это было в текущем году. Но я думаю, что в процессе исполнения такая вот правильная работа будет выстроена. Глава региона Вениамин Кондратьев специально приехал на сессию, чтобы поблагодарить депутатов за увеличение финансирования ключевых программ. И отметил, что даже в непростых финансовых условиях необходимо развивать и аграрный бизнес, и здравоохранение, и образование. От этого зависит качество жизни кубанцев. Мы должны четко понимать, сколько мы зарабатываем и сколько мы тратим. Все хотелки я бы убирал. Максимальный бюджет благодаря поддержке Владимира Андреевича развернут в сторону сельского хозяйства. В сторону села даже, жизни на селе. Власть должна быть социально ориентированная в первую очередь. И сегодня личное подсобное хозяйство, фермерство – это то, что сегодня мы обязаны дать. И сегодня на федеральном уровне я заявил, что я при поддержке вас наложу мораторий на реализацию земли, если у фермеров вновь не возникнет права получения земли без торгов. Для кубани это принципиально важно. Также на сессии представили индикативный план на следующие три года. При его подготовке эксперты учли и непростую экономическую, и нестабильную политическую ситуацию. В общем, все то, что нельзя было предвидеть в 2014. Но несмотря на все санкции и финансовые проблемы, индикативный план этого года выполнен более чем на 80%. Поэтому специалисты с оптимизмом смотрят в будущее. А именно, в следующем году турпоток должен увеличиться до 14 миллионов человек, а размер инвестиций в регионе превысит 600 миллиардов рублей. Вообще, эксперты прогнозируют рост показателей во всех отраслях Краснодарского края. Очень много вопросов у депутатов было к руководителю краевой ветеринарии Георгию Джиолиди. В Европе сегодня около полутора тысяч очагов АЧС. Но, тем не менее, крупный холдинг из Дании уже начал строительство свинокомплекса на Кубани. Почему Дания сегодня едет в Краснодарский край и начинает здесь строить свинокомплексы? Ну, ты понимаешь логику, что это датчане хотят работать? Они будут работать, они будут зарабатывать и они будут жить, кормить своих детей. А что делать россиянам? Бикетов настоятельно порекомендовал проработать план возрождения свиноводства на Кубани. И заняться этим должны наши кубанские фермеры. Но говорили сегодня не только о цифрах и проблемах. Центр ремесел из Кущевского района признан особо ценным объектом культурного достояния края. Десятки мастеров этого учебного заведения овладеют старинными техниками рукоделия. И их знают во всей России. Они эти знания все накапливают, обобщают и, самое главное, передают не только подрастающему поколению, что очень важно, но и всем тем, кто вообще желает прикоснуться к этому необыкновенному творчеству. Благодаря новому статусу Кущевский центр ремесел сможет рассчитывать на финансовую поддержку краевых властей. Свои работы мастера сегодня представили в холле законодательного собрания края. Самобытным творчеством кущевских мастеров, ткачей, резчиков по дереву, вышивальщиц познакомились депутаты. Андрей Секретарев, Нил Ракша, Кубань, 24, Краснодар.